Всем привет, с вами Балканский Бумж. Я сегодня на пограничном переходе с Сан-Исидера и пойдем посмотрим, что тут интересного и новенького. Кстати, гляньте, какой забавный знак позади меня. Пойдем сначала глянем на пешеходную очередь и потом на автомобильную. И плюс тут меня кое-что просили узнать, тоже посмотрим. Пойдем смотреть. Так, отсюда кажется, что пешеходной очереди особо нет. Ну, не знаю. Подойдем поближе и это точно узнаем. А то, может быть, она есть, но в конце. Впрочем, знаете, сегодня у нас вторник до 15 часов 20 минут. Собственно, когда я это снимаю, видео выйдет на несколько часов позже, вечером. В будний день после обеда, как я вам обычно говорю, подобные дни до пешеходов мало. Это как бы хорошее время. Ну, по крайней мере, я так считаю. Хотя, опять же, иногда бывают какие-нибудь выходные и образовывается очередь. Но сегодня, кажется, нет. Пойдем все-таки поближе подойдем. Дойдем туда и убедимся в этом, есть эта очередь или ее нет. Ну, чурс, мы покупать, конечно, не будем. Зачем он нам нужен? Топаем с народом. Народу, кстати, топает немало, я вам скажу, да. Несмотря на то, что будний день, а народу в сторону границы идет довольно-таки много. Но очереди пока не видно. То есть, если она есть, то совсем маленькая. То есть, ожидание, ну, незначительное. Это хорошо, не надо никакими автобусами пользоваться и так далее. Можно сразу идти. Можно купить тут сувенирчиков заранее каких-то мексиканских. Хотя, наверное, я бы не стал. Вот здесь Кока-Кола дороже, чем Вокса. То есть, я бы тоже тут не стал покупать. Хотя, конечно, дело каждого. А вот, кстати, обменный курс здесь около перехода, не в магазинах, а именно в обменниках, порой вполне себе и неплохой. Почему нет? Да. Сегодня довольно прохладный день. Хотя, когда солнышко прогревает, все-таки неплохо. Неплохо. Прошайки тоже разукрашены. Потому что Хэллоуин вчера вечером был. У меня, кстати, ролик про Хэллоуин вчера вышел. Посмотрите обязательно. Там я показывал вам декорации как в Мексике, так и в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах, конечно, декораций побольше. Ну, сами понимаете. Здесь поменьше. И здесь они в основном были у всяких там коммерческих заведений. А там я показывал именно какие на жилых домах перед ними. Вон, смотрите. Очереди действительно нет. Подойдем еще поближе. Отчего бы не подойти. Эта женщина тут всегда, вот просто всегда стоит. То есть, и вот когда бы я сюда не пришел, эта женщина тут всегда стоит. Вот, которая в белом была, да. Кстати, меня заодно просили узнать, какова высота вот этих бетонных и пластиковых блоков. Хотя, смотрите, офицер смотрит документы. У женщины паспорт внимательно смотрит. У нее ID-карта и, по-моему, паспорт. И вот паспорт, он там сейчас листает. И вот, смотрите, меня просили узнать, какова высота вот тех вот блоков. Ну, вон, посмотрите. Офицер стоит. И вот, посмотрите, насколько по сравнению с ним эти блоки. Ну, пластиковые пониже, а бетонные, соответственно, повыше. Вот, смотрите. Показывают документы. Ну, сейчас, вот, смотрите, несмотря на то, что людей мало, смотрит довольно внимательно. То есть не то, что карточка какая-то есть, а прям заглядывает туда внутрь. Да. Ну, опять же, может быть, начальство смотрит или что-то еще такое. Вот так. Так, а на центре практически никого нету. Хорошо. Да, и там, вон, смотрите, машина проезжает. Все спокойно проехало по линии центра. Да. Там как-то все поспокойнее. Вот на пешеходной очереди прям смотрят. Вот высота блоков какая. Ну, вот внедорожнику по колесо. А бетонный блок, что уж там, почти по пояс. Бетонные блоки высокие, да. Пойду, пойдем посмотрим на автомобили. Хватит смотреть на пешеходов и на блоки. А вот, собственно, что я говорил про велосипедистов. Велосипедист проехал по линии, а теперь, смотрите, зашел на пешеходную очередь, потому что велосипедистам положено идти с пешеходами. Да. Вот, пойдем обратно и пойдем посмотрим на машины, на общую линию. Что ж, поднялся я на пешеходный мостик, с которого хорошо видны автомобильные линии. Но, как вы видите, на центре народу никого. По крайней мере, ту пару машин, на которые я обратил внимание, офицер вообще ничего не смотрел. Ну, народу мало. Хорошо, быстро, да. В общей линии народу, конечно, побольше, но тоже, я думаю, что не часами, не часами сейчас стоять в очереди. А все-таки поменьше. Хорошо, будний день, давайте приблизим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, что ли, линий. Не вижу точно сколько, но, скажем так, не так уж и много заходят в штаты сейчас линий общих. А центре-то вообще, смотрите, три всего. Да, это, конечно, мало, это, конечно, грустно. В одном из выпусков новостей я говорил о том, что тихуанские чиновники просят американские власти, чтобы они открыли больше линий на переходе. Но те отказываются, потому что момент такой политический. Надо, чтобы те, кто заезжали из Мексики, стояли в очередях. Сами понимаете, вот это вот все. Давайте, может, еще приблизим, посмотрим, что там ближе. Ходят всякие продавцы всего и попрошайки. Но я вам еще раз напоминаю, вот так ходить, чтобы нужно специальное разрешение. У них там специально бейджики висят. Вон, смотрите, мотоциклист по центре проехал, а теперь встал в общую линию с автомобилями. И едет теперь туда поближе вперед, к офицеру, да, чтобы не стоять в общей очереди. Ну, на маленьком таком мотоцикле. Раз, вон, и он уже в Соединенных Штатах. Сейчас быстро как к будочке подъедет. Ему поставят штампик, и он попадет в Штаты. Да, вон он, проехал мотоциклист. И сейчас еще объедет несколько автомобилей, дабы не стоять в очереди. Да, хорошо быть мотоциклистом в этом плане. Согласен. Некоторые из вас не пишут про мотоциклы и велосипеды. Ну, вот, собственно, про велосипедиста я вам показал. Вон еще один, посмотрите, мотоциклист. Тоже на таком совершенно чем-то типа табуреточке. Вон, видите, подъезжает, подъезжает к блокам, а вон какие-то большие, видимо, машины пристроятся тяжело. Чего это он не пристроился? Не знаю. Может, не уверенный в себе мотоциклист такой не смог пристроиться. Обычно они прям быстро проезжают, даже на больших мотоциклах, а уж на таком маленьком, тем более. Да, в целом, конечно, обычные линии идут долго. Сентри проезжает гораздо, гораздо быстрее. Такие вот сегодня дела на границе. Опять же, можем обратить внимание на то, какие машины стоят, особенно вот в обычных линиях. То есть, ну, в основном совсем-совсем не новые автомобили. Много, откровенно, старых машин. Поэтому, когда вы покупаете, например, себе автомобили, волнуетесь, что из-за плохого автомобиля, вот, каждое пересечение границы будет долго, будут думать, что что-то с вами не так. Да нет, видите, все на таких, ну, таких средненьких разных автомобилях ездят. Не то, что все какое-то красивое, хорошее, а все совершенно такое, все подряд. Да. И что меня удивляет, практически никто, практически никогда у вот этих продавцов всякого ничего не покупает. Хотя, опять же, это на моих глазах. Я тут обычно много времени не провожу и за этим всем не слежу. Давайте еще раз приблизим. Посмотрим, что там. Ну, оно, конечно, отсюда, с пешеходного мостика далековато. Да, Сентри, конечно, проезжает гораздо, гораздо активнее. Давайте еще сильнее приблизим. Правда, я боюсь, что качество строит. Вон, смотрите, на Сентри офицер вообще никуда не смотрит. А там? А тут не видно. Тут что? Тут стоит. Такие вот дела. Вон, смотрите. Пропустил машинку, проехала. Следующая машина. Ну, тоже так, видите, стоит, особо ничего не смотрит. А вот на пешеходном вы видели, да, сегодня, то есть, прям всматривались в документы, в эти карты, что там. А машины, видите, просто проезжают. Когда как. То есть, нет какого-то прям определенного. Порой спокойнее на пешеходном, порой на автомобильном. Все по-разному. Такие вот дела сегодня на переходе. А я благодарю вас за просмотр. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, что показал что-то вам интересное. Ставим лайки, подписываемся на канал и, конечно же, оставляем комментарии. А заодно гляньте в описании под видео. Там много полезных ссылочек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok